Добрый день, друзья! С вами я, Екатерина Романенко. Вы смотрите наш канал «Переезд в Краснодар» и «Краснодарский край». Канал для тех, кто планирует перебраться на ПМЖ в город Краснодар или в его ближайшее окружение. Сегодня мы с вами будем смотреть жилой дом 2013 года постройки, который находится в Прикубанском округе города Краснодара. Мы с вами находимся, собственно говоря, чтобы посмотреть подъездные пути. У нас асфальтированный подъезд. Прям совсем рядышком уже начинается многоквартирный сектор. Здесь вся инфраструктура в доступности необходимой. В районе три детских сада, две школы. Прикубанский округ – это быстрый выезд на Ростовское шоссе, на Ейское шоссе. Ну и в целом мы с вами в городе Краснодаре. Дом у нас будет большой. 190 квадратных метров – это с сокольным этажом. 130 квадратных метров – по лесной площади. Ну и со встроенно-пристроенным гаражом на земельном участке в 3,5 сотки. Стоимость объекта будет составлять 10 миллионов 300. Итак, пойдемте смотреть с вами объект. Зайду побыстрее с улицы во двор, потому что машины ездят, чтобы было всем меня хорошо слышно. С одной стороны, очень удобно, когда у нас асфальтированный подъезд и всегда транспортная доступность хорошая. При этом остановка общественного транспорта здесь рядом. Но при этом у нас очень предусмотрительные собственники, которые отгородили свой кусочек заезда, чтобы никто не парковался возле дома. И можно было всегда беспрепятственно попасть в гараж. Итак, мы с вами зашли на земельный участок. Ширина фасада по участку здесь 16 метров. Хорошая достаточно ширина. На металлическом каркасе забор из профлиста. Откатные ворота в левую сторону, если необходимо загнать машину на участок. Входная калитка, ну, соответственно, гараж. Обратите внимание вот здесь на вот это ограждение. Собственно говоря, для того, чтобы машина зашла во двор, вот это просто нужно разобрать, убрать. Делали вольер для собачки. Да, поэтому, ну, собственно говоря, но не каждому вот эта вот конструкция будет нужна. Если она не нужна, она демонтируется. И, пожалуйста, ваш земельный участок. Три с половиной сотки в городе это под большим домом, ну, совсем не для садов, не для огородов. Делень высадить можно, посадить фруктовых деревьев несколько. Ну, и в целом территория предусмотрена именно для, ну, как зона отдыха, скажем так. Ну, и сам дом в городе Краснодаре. Давайте с вами начнем смотреть с надворной постройки. Это гараж. И далее перейдем к осмотру самого жилого дома. Гараж у нас построен из блока. Сверху обшито все профлистом. Ну, и, собственно говоря, здесь помещение разделено на две части. Коммуникации сюда заведены. Это свет и вода. И поделено на две части. Да, я сказала, подсобка, кабинет. Вот здесь хотели такой рабочий делать. Можно как мастерскую использовать данное помещение. Ну, и, соответственно, прямо у нас площадь порядка 16 квадратных метров предусмотренная под гараж. Гараж с откатной ралетой, пожалуйста. С пульта это все открывается с улицы. Ну, соответственно, машина попадает в гараж. Так, с помещением здесь мы с вами осмотрелись. На полу плитка, стены частичная какая-то. Где-то плитка, где-то обои. Да, левая стена, кирпичная окладка. Кирпичная разделена с кабинетом. Ну, в целом, капитальное строение используется по назначению. Да, как гараж. На дом давайте сразу обратим внимание. На высокий цоколь. Сказала, что дом у нас с цокольным этажом. Поэтому вот сам цоколь, ну, соответственно, он отделан таким декоративным камнем. Будем говорить о том, что дом наш 2013 года постройки. Дом, друзья, полностью кирпичный. Центральными коммуникациями газ. К дому подведен, заведен вода. Вода здесь не центральная, вода здесь скважина. 35 метров, но при необходимости и желании можно подключить городскую воду. Она идет по улице. Сложности с подключением у вас не возникнет. Ну, и свет. Три фазы, 380 сюда у нас подведено. Крыша у дома накрыта профлистом. Еще раз скажу, да, что дом полностью кирпичный. 2013 года постройки. Водичка выведена на улицу, вы видите. Ну, чтобы здесь можно было всем этим пользоваться. На 8 кубов септик переливной. Хозяйка говорит, ни разу так и не откачивали самостоятельно. Все это решается. Ну, что, система водостока сделала. Крыша в хорошем состоянии. Дом в целом тоже. Каких-то дефектов на нем не вижу. Соответствует году постройки. Домик свеженький 2013 года. Пойдемте смотреть внутрь. Сразу скажу, друзья, что дом у нас продается в том состоянии, с мебелью, с ремонтом, как будет представлено в видеообзоре. Поэтому здесь у нас по формату. Заходи и живи. Ну, конечно, если там косметический какой-то ремонт или уже более современный захочется сделать, это всегда к вашим услугам. Крыльцо на входе. Многие, знаю, точно любят. Когда мы зашли здесь, обувь расставили, убрали, крылечка всегда есть. И дальше уже попадаем непосредственно в сам жилой дом. Напомню, что смотрим с вами дом большой, 190 квадратных метров, с цокольным этажом, полезной площадью дома 130 квадратных метров. Со встроенным пристроенным гаражом. 3,4 сотки земли в городе Краснодаре в прокубанском городском округе. Стоимость дома составляет 10 миллионов 300. Давайте начнем с вами осмотр с зоны кухни. Перейдем сюда. И добавлю еще про кусок земли наш. Земля здесь на значении ИЖС. Документы все готовы, все замежевано. И вот для тех, кто близко дом, заход, вход куда-то, на это уже здесь не обращаем внимания. Все документы оформлены. Право, собственно, посетеполучено. Все в установленном законном порядке. Поэтому к таким домам вот эти вот пресловутые 3 метра мы не привязываем. Потому что здесь все устроилось в соответствии с тем законодательством, которое у нас было на 2013 год. Итак, зона кухни, друзья. Порядка 20 метров у нас площадь данного помещения. Потолок у нас комбинированный. Здесь гипсокартон с точечными светильниками. И белая, это натяжная глянцевая часть. Собственно говоря, большой такой угловой сюда кухонный гарнитур поместился. Варочная панель. Газовый котел на вен работает на отоплении и на горячую воду установлен. Также здесь на кухне вытяжки вентиляционные. Все это присутствует. Поэтому запахи все это с кухней будет у нас уходить как положено. Система отопления по дому закрыта под решеточками. Там все посмотрела. Там чугунные радиаторы. Так что дом будет топиться хорошо. И все это спрятали, чтобы было не видно. Ну что, давайте будем с кухни уходить, переходить. Кухонный гарнитур остается. В том формате, как представлено в видеообзоре. Посередине здесь у нас расположилась прихожая. Площадь ее составляет порядка 13 квадратных метров. Вниз ведет вот сюда подлестничное пространство дверка. Это будет у нас спуск в цоколь. Здесь вход под лестницу. Мы это все покажем. Сейчас посмотрим сначала гостевую, жилую комнату, которая у нас с правой стороны. Давайте мы сейчас сюда с вами перейдем и осмотримся по этому помещению. Площадь комнаты составляет порядка 20 квадратных метров. Вот что было понятно, сейчас покажу. Значит, если мы эту дверку закрываем, то можно это оставить большой гостиной сделать. Но в целом она так и предусматривалась. Гостевая комната, гостиная комната, комната для гостей. А вообще это комната отдыха. Вот эта часть сейчас законсервированный бассейн. Интересная такая планировка у дома, да? Вот здесь вот плиточку сверху положили. Туда глубокий достаточно бассейн, как купили, я это называю. И вот здесь по слевой стороне у нас расположилась, собственно говоря, сама баня. Здесь санузел, раковина, унитаз, душевая кабина, стиралка, ну такой санблок. И вот сюда уходит уже непосредственно сама баня. То есть такая вот интересная планировка, не вынесена отдельно. Вот так собственники придумали для себя данное помещение. Печь электрическая, которая работает на обогрев. Баня, сауна, будем так говорить. Но в целом можно топить и дровами. Ну, пользовались ей как электрической. На полу у нас лежит ламинат, стены оклеены обоями. Потолок здесь натяжной, матовый. И получается такая интересная у нас планировка, да? Что хочешь гостиная, хочешь гостевая, хочешь комната отдыха, сюда бассейн, сюда санузел вместе с баней. Вот такая изюминка есть у нас в этом доме. Ну что, давайте будем переходить дальше и осматриваться по помещениям, которые вам обещала показать ранее. Значит, здесь есть подлестничное пространство. Как обычно, домовенок Кузя спрятался, поместился. Всякая такая бытовые штуки. Ну и будем спускаться с вами вниз, посмотрим цокольный этаж. Ну и подумаем, подо что его можно приспособить. Деревянная лестница ведет вниз. Площадь помещения внизу у нас разделена на два. Общая площадь порядка 60 квадратных метров. Первый зал, ну здесь был спортзал, теннисный стол. Мне объяснили, стоял бильярдный стол. В общем, занимались всем, чем можно, спортивными делами всякими. Да, это 50 квадратных метров. Плитка лежит на полу. И здесь дерево, это стены и потолок. Есть такая отдельная площадь, порядка 10 квадратных метров, как подсобка, кладовка. Оборудованы полочки. Все сухо. Достаточно здесь прохладно. Отопление сюда не проводили. По лету, по зиме, если спортом заниматься, то, в общем-то, здесь нормально. Можно при необходимости какой-то обогреватель поставить. Давайте вот тут посмотрим, как подвал используется, помещение. 10-12 градусов здесь тепла. В общем-то, если использовать для каких-то активных видов деятельности, больше, наверное, не надо. Но обогреватель всегда там тепловую пушку можно подогреть. А вот для кладовки, для хранения, в общем-то, температуры больше и не надо. Обратили внимание, да, что присутствуют небольшие окошечки. Помещение не темное. Оно все-таки считается у нас больше, как полуцоколь, а не полностью темное помещение. Ну что, будем подниматься с вами на второй этаж и осматривать жилые комнаты. Мы с вами поняли, что на первом этаже у нас есть одна жилая комната, которая как комната, общая комната, но в целом комната. И также есть две спальни на втором этаже. На второй этаж нас ведет деревянная лестница. И мы попадаем на такую площадку. Пол здесь плитка, стены оклеены обоями, потолок здесь под покраску. И по две стороны расположились две жилые комнаты. Посередине, давайте сразу посмотрим, это не жилая комната, это балкончик. Давайте выйдем туда. Вот такая интересная планировка у дома. Балкон с фигурными окнами, плиточка на полу. Под покраску кирпич, пакет по центральному окну поменен, деревянные окошки по бокам. Такое холодное помещение, не знаю. Кофе попить, выйти покурить, если кто пользуется, белье повесить в конце концов, если не на участок. Ну вот балкончик знаю, многие просят и любят. Далее мы с вами переходим к осмотру первой жилой комнаты. Площадь ее также разделена на два помещения. Это основная жилая комната и площадь гардеробной. Полезные площади здесь порядка 13 квадратных метров. Два окна, система отопления также. Здесь чугунные батареи. Все это спрятано под защитными экранами. На полу лежит ламинат, тена, клеены обоями. Матовый натяжной потолок. Высота потолков по первому и второму этажу порядка 280. Здесь везде присутствует. Высота потолков в подсобных помещениях будет везде пониже. Но в целом зайти, взять вещи, поискать все можно. В общем, гардеробная. Примерно 4 квадратных метра. 4,5 и плюс 13 метров площадь данной жилой комнаты. И посмотрим с вами жилую комнату второго этажа. Комната достаточно большая. 25 квадратных метров. Это ее полезная площадь. Здесь вы видите два проема. Дверки не устанавливали. Но здесь санузел. А здесь также предусмотрено помещение под гардеробную. На полу лежит ламинат, стены оклеены обоями. Санузел площадью порядка 4 квадратных метров. Стены облицованы плиткой. Установлена ванна, унитаз. Здесь высота потолка. Я вот захожу, если на меня ориентироваться, то порядка 1,95 метра, не более 2 метров. В целом, высокий рост. Попасть туда можно. Потолки в комнате, обратите внимание, под детскую были сделаны. Гипсокартон под покраску и фигурные декоративные элементы. В целом, дом мы сами весь осмотрели. Дом по площади, полезной площади, 130 квадратных метров в двух этажах, плюс 60 квадратных метров. У нас сокольного помещения на 3-4 по документам. Округляю, на 3,5 сотках земли в городе Краснодаре. Дом в целом полностью жилой. Понятно, что современного ремонта дом требует, но в целом зайти и жить. И если вы планируете жить в городе, рассматриваете варианты, Прикубанский округ вполне себе достойное место для проживания. Если такой объект вам понравился, пишите, звоните. С удовольствием вам его покажем уже вживую, на месте здесь сами оцените его возможности. Напомню, что дом с центральными коммуникациями. Вы подписывайтесь на наш канал, оставляйте комментарии, ставьте лайки, задавайте вопросы. Не забывайте подписаться на наш телеграм-канал. Ссылочка на него всегда ниже. С вами я, Екатерина Романенко, Центр недвижимости и компромисс.